Так, ну что ж, спасибо всем, что пришли, похлопаем на сами себя, и начинаем. Да, всем привет, меня зовут Алексей Скрымник, я расскажу про соревнования Майнер Эль, мы участвовали там командой, в ней был я, Эрмек Айтегулов, Алексей Староверов, Майнкрафт, Кирилл Аксенов, Давыдов Василий и Александр Панов. Собственно, что это за соревнования? Это соревнования на НИПСЕ, и есть вот такой домен, как Майнкрафт, это такая игра. Ну, первое, что соревнования, и вот сама среда базировалась на проекте Мальма, это проект от Майкрософт, где они взяли вот этот Майнкрафт и дали возможность с ним как-то взаимодействовать с окружением. Про само окружение. Оно довольно медленное. На обычном компьютере оно примерно, там можно сделать 40 шагов в секунду. Если вы используете какой-то сервер, то там это виртуальный дисплей, это еще в 2-3 раза все замедляет. Еще были такие проблемы, то что среда работает с XBB только в докере, то есть нужно было делать докер, и были большие проблемы с параллелизацией. То есть вы не можете, как обычно в RL запустить 20 семплеров и наслаждаться. Там была, во-первых, такая проблема, если вы все это запускаете, оно все падает. Нужно подождать, пока каждое окружение запустится отдельно или там запустить их не распараллеливая, а потом распараллелить, что-то такое. И следующая проблема, если вы уже это сделали, там возникали странные моменты с ресетом. То есть чтобы заресетить окружение, нужно было дождаться, пока они все дойдут вот до момента ресета. То есть какие-то такие проблемы. Что из себя представляет среда вообще, ну вот это окружение Майнкрафт? Ну там организаторы дали несколько задач, ну там основные из них три чоп, это вырубка деревьев. То есть нужно нарубить лес. Потом были задачи получить какой-то предмет, то есть нужно добыть для него ресурсы и его как-то скрафтить. Ну и какие-то еще базовые задачи, которые не были представлены, но может потом, в следующем году они дадут получить кровать, добыть еду и так далее. Как проходило само соревнование? В первом раунде участвовало сколько угодно команд, ограничение было 6 человек в одной команде. И участники получают экспертные данные, на которых вообще можно учиться, плюс окружение. В первом раунде участники тренируют модель на своем компьютере и отправляют ее с весами на проверку. То есть вот тренинг период, это 20 сабмитов. Можно сделать. После окончания первого раунда организаторы брали код, то есть участники должны были еще код, который взаимодействует с окружением, отправить, и код, который учится, который тренируется. То есть организаторы воспроизводили этот код участников и смотрели, что там результаты примерно такие же. Это что было в первом раунде. Что было во втором раунде? Во-первых, они изменили среду, они поменяли текстуры. То есть стало что-то вот такое полуэпилептическое, и то, что меняет текстуры в зависимости от того, как далеко или близко вы к ним находитесь. То есть вот так мигают деревья. Во второй раунд проект проходило топ-10 участников первого раунда. На самом деле топ-12, они потом пустили еще двух человек. И можно отправить решение только четыре раза. И решение отправляется сразу. То есть оно будет тренироваться у организаторов где-то вот с этим новым датасетом, который мы не видели, о котором мы ничего не знаем. Оно потренируется, сохранит веса, и дальше эта модель будет уже проверяться. И они давали как награду первым десяти командам travel grant на Nibs. Какие были правила? Были довольно жесткие правила на то, что мы можем делать в своем коде. То есть понятно, что вот этот домен довольно легко добавить какой-то хэнкрафт, что-то сделать руками. Например, если нам нужно рубить деревья, давайте распознаем все картинки, где дерево, и будем воспринимать, что вот в таких состояниях у нас будет много наград. Так, основное я выделил жирным шрифтом. То есть нельзя как-то завязывать свою модель сильно на фичи обсервейшена, то есть того, что видит агент. То есть нельзя сделать, например, метаконтроллер, который для переключения будет использовать функцию, базирующуюся на состоянии, жестко заданную. Следующее. Можно использовать только представленный датасет. То есть самому поиграть в Майнкрафт и сгенерировать себе хороший датасет нельзя. Вот какие данные есть, такие и используйте. Дальше, еще следующий момент, что весь код, который участники отправляют, из него удаляли все файлы больше 30 мегабайт. То есть для чего это сделано? Чтобы никакие веса, там, имиджнет или еще что-то не отправлялись, не использовались. То есть чтобы все обучалось с нуля. Идем дальше. Организаторы дали несколько окружений, на которых можно учиться. Вот то, о чем я говорил. Тричоп — это среда, где нужно нарубить деревья. Есть навигейт. Два варианта. Сложный и простой. В этих окружениях агенту дан компас, и нужно по нему бежать как бы прямо к месту, куда этот компас указывает. То есть в зависимости от того, какой вариант выбран, награды даются на каждом шаге или когда агент добежал. Вот. Дальше. Обтейн Айрон Бикекс — это железный топор нужно получить. То есть там на самом деле много всяких предметов добыть надо, чтобы его получить. И вот когда уже есть вот этот железный топор, агент может получить даймонд, его выкопать. То есть только железным топором его можно. Также организаторы обещали дать environment и dataset survival, где нужно спасаться от скелетов и от всякой другой живности Майнкрафта. Но они его так и не дали. Так, собственно, датасет что из себя представляет. Данные для всех окружений, которые я выше обозначил. То есть суммарно он занимал 15 гигабайт. Это траектории, как люди добывали, решали какие-то задачи. Они не всегда были не суперэкспертны, я бы так сказал. Вот сейчас можно посмотреть одну из траекторий. Организаторы давали вот такую программу для просмотра. Что там происходит, какие награды дает. Это среда 3-чоп и вот эксперт рубит деревья довольно хорошо и быстро. Основная среда, на которой проходил evaluate, была obtain diamond. Она была процедурно генерируемая. Там 18 тысяч шагов, что примерно равно 15 минутам. Пространство состояния было представлено словарем. То есть основное по этой картинке RGB 64, 64 на 3. Вам, наверное, ничего не видно, но я сейчас скажу. Дальше инвентарь. Это предметы, которые у агента есть, то есть их количество. И дальше equipped items. Это то, что у агента в руке. То есть какой-то пор или что у него там взято. Дальше. Action space. Какие возможны были действия. Это словарь и как бы с ним все сложно. Во-первых, есть continuous действия. Это повороты, pitch и яв. Можно налево, во все стороны поворачивать на определенный угол. И куча действий, как в Майнкрафте. То есть бежать вперед, бежать влево, вправо, прыгать, бить и так далее, ускоряться. Какие были вознаграждения? Тут просто были степени двойки за каждый предмет, который нужно получить. То есть за срубку дерева давали вознаграждение один. Причем его давали один раз. Окружения отличались от obtain diamond dance и obtain diamond. На dance давали вознаграждение за каждое получение предмета. То есть мы могли на этих окружениях учить наших агентов. На obtain diamond всего давали один раз. И, соответственно, цель это получить вот этот 2024, это добыть этот diamond. Но, кажется, по лидеру борду, diamond никто в итоге и не добыл. Так, мы выбрали среду тричок как такую основную лакмусовую бумажку, чтобы смотреть, насколько наши алгоритмы хорошо работают с экспертными данными. Почему мы это сделали? Ну, это, во-первых, во всей вот этой иерархии, это вот в этой последовательности, которую нужно выполнить. Это, во-первых, первая задача, во-вторых, она довольно неплохо отражает динамику самой среды, представляет сам Minecraft. То есть мы добываем здесь какой-то предмет, нам нужно подбегать к деревьям, эти деревья срубать, подбирать то, что там падает. Что из себя представляет эта среда? Ну, во-первых, агент всегда появляется в forest biome. Что это такое? Он всегда, грубо говоря, в лесу. И у него нет проблем, что до этого лесу нужно добежать. То есть в обычном даймонде он может появиться где-то в пустыне или где-то в какой-то снежной горе, и как к этим деревьям добежать, он вообще не знает. Второе, у него есть Iron X. Это то, что позволяет срубать деревья очень быстро. Меньше чем за секунду он одно вот это бревно срубает. За каждое не срубленное, а за каждое поднятое бревно, то есть сначала срубаем, потом поднимаем, он получает вознаграждение плюс один, и ему нужно 64 таких предмета получить, чтобы окружение завершилось досрочно. Организаторы представили бейслайны. Вот первая итерация бейслайнов, которую они дали, это Preferred Networks компания на Chainer.RL. Они сделали, агенты не использовали экспертные данные, и ребята хорошо подобрали дискретизацию действий. То есть они сказали, что влево-вправо можно поворачивать на столько-то градусов, вверх-вниз мы вообще камеру поворачивать не будем, всегда бери вперед, беги вперед и всегда руби елки. Вот на гифке можно видеть, что из этого происходит. То есть среднее бревно агент срубает и спокойно бежит дальше. Алгоритмы, которые у них тут были, это Rainbow, PPO и Double Dual NDP. Ну и вот видно графики, что там Rainbow справился лучше всего, PPO чуть похуже. Вторые бейслайны, они на самом деле дали побольше всего. Там был и Gale, Behavior Cloning, они там какой-то новый дали. И основной алгоритм, который вот хорошо эту задачу решил, это был DQFD, Deep Cloning from Demonstration. Вот что мы можем увидеть на графиках. Слева у нас, ну, во-первых, этот алгоритм использует экспертные данные. Во-вторых, возможны все повороты камеры. В-третьих, он эту задачу тречок решает. На графике он сравнивается с предыдущими версиями, то есть с Rainbow и PPO, где была вот эта подобранная дискретизация. Синий график, и вот видно, что он в конце сошелся за примерно тысячу эпизодов. Наверное, можно было где-то на 800 остановиться. Проблема в чем? У нас соревнования про сэмпл-эффективность, и в среде можно сделать только 8 миллионов шагов. Это тысяча эпизодов, это где-то, может, одна-вторая от всех шагов, которые мы можем сделать. То есть на одну задачу мы потратили очень много. И справа картинка, это ребята подбирают дискретизацию. То есть они говорят, насколько мы углов, насколько частичек бьем каждый угол, и как от этого зависит итоговая сходимость. То есть вот где-то на 600 он, в принципе, этот договор дисходится. Так, идем дальше. Ну, что интересно, мы этот бейслайн реализовывали, начали реализовывать до того, как его сделали организаторы. Мы его сделали, и нам в какой-то мере было немного обидно, когда они бесплатно всем выложили этот бейслайн. Но у нас там были свои моменты, свои фишки, о чем я расскажу дальше. Так, прежде чем начинать говорить о наших бейслайнах, которые мы подготовили, я расскажу о такой идее, как эмбеддинги. У нас есть экспертные данные. И как бы мы можем легко посчитать bottleneck, то есть сказать, что вот у нас есть картинка, и мы будем предсказывать ту же самую картинку. Ботлнек — это вот этот эмбеддинг, и, грубо говоря, мы, используя экспертные данные, бесплатно получаем обученные свертки, которые довольно неплохие. То есть вот картинка — это уже видео с примененным эмбеддингом. То есть среда не суперсильно хуже стала. Вот. Эта идея использовалась, ну, в части наших бейслайнов. Мы... у нас был бейслайн с Гейлом, там за тысячу эпизодов было вознаграждение 50. Был бейслайн с R&D, это развитие статьи про Curiosity, там, тысячу эпизодов 35. Были алгоритмы Soft Actor Critic, Normalized Actor Critic, там они Rewart почти никакой не набрали. Дальше у нас было ППО с этими эмбеддингами и с P-training. Что такое был P-training? Это просто была классификация на экспертных данных. И вот тут уже неплохие результаты. 120 эпизодов, вознаграждение 35. Дальше был ППО просто с эмбеддингом, который учился без экспертных данных. И он вот там плавненько выходил за тысячу эпизодов на вознаграждение 50. И был наш бейслайн, вот этот DQFD, мы его назвали From Imperfect Demonstration, который там за 200 эпизодов выпивал 60. И у нас была вот такая дискретизация, которую мы, в принципе, довольно долго подбирали. И я буду говорить, но дальше предполагаю, что у нас именно такая дискретизация используется. Дискретизация на самом деле была довольно важной вещью. И только меняя дискретизацию, оставляя тот же алгоритм, результаты у нас очень сильно отличались. Про дискретизацию. Что тут такое и что значит эти плюсики? У нас было в среде, мы ее сводили к тому, что у нас есть 10 действий. Плюсик – это значит, что действия выполняются одновременно. То есть один шаг, одно действие, и два таких действия выполняются в среде. То есть, например, у нас всегда была включена атака, и агент мог повернуть камеру в каком-то направлении. Дальше он мог бежать вперед, он мог бежать вперед и прыгнуть, и он мог бежать во все стороны, то есть влево, вправо и назад. Про DQFD. Что это такое? Ну, DQFD считается сото-алгоритмом в обучениях по демонстрациям, и основная идея – это вот такая лосс-функция. Ну, первое – это стандартный DQN-лосс, второе – это NST-притерн, четвертое – это L2-регуляризация, чтобы у нас не так сильно было переобучение на вот этих демонстрациях, и основное – это margin-лосс. Что нам говорит margin-лосс? Он наказывает агента, если он делает не так, как делал эксперт. И есть вот такой алгоритм. То есть сначала идет предобучение, то есть только на экспертных датах. Дальше агент начинает цемплировать, делать действие, наполнять свой буфер, и апдейты идут одновременно и из экспертного буфера, и из буфера агента. Есть куча всяких гиперпараметров. Так, идем дальше. Вот в чем проблема вот этой дискретизации, которую мы применяли? Там данные в Майнрелевске, они, во-первых, не всегда были экспертные, но не суперэкспертные. Кто-то долго срубал эти деревья, кто-то там просто где-то бегал, ему было наплевать на эти деревья. Во-вторых, после применения дискретизации мы меняли действия экспертные на какие-то не всегда близкие действия, которые может делать наш агент. То есть демонстрации становились не экспертными. Что мы предложили? Давайте считать, что мы посмотрели, что мы попробовали. Мы попробовали вот просто с таким вариантом, и алгоритм работал не очень хорошо. Ему эти экспертные данные в какой-то момент начинали мешать. Мы сказали, что давайте разрешим агенту вот эти демонстрации забывать с каким-то параметром. То есть он сэмплирует сначала только экспертные демонстрации и постепенно переходит к данным, которые он нагенерировал сам. Плюс мы добавили большинство модификаций из статьи про Rainbow. То есть Noisy Nets, Dualink Networks и так далее. Попробовали Distributional, это алгоритм C51, но с ним у нас не зашло. Может, мы еще посмотрим, как его можно доделать. То есть как у нас выглядело обучение? Вот первое. У нас есть демонстрации стричопа. Мы проводим дискретизацию, добавляем их в демо или плейбуфер агента. Он о них обучается, делает вот этот притрейн, и дальше начинает взаимодействовать со средой. То есть взаимодействие со средой агент наполняет уже свой реплейбуфер. И сэмплирование происходит из каждого буфера одновременно. То есть батч берется вот в пропорции, в зависимости от ро. И основная идея – вот то, что агент постепенно это ро от нуля, там, линейно, коэффициент приводится к единице. То есть сначала он сэмплирует вообще мало данных агента, и потом он постепенно использует только вот эти данные. Что нам это дало? Вот графики нескольких агентов, они были одинаковые, которые за 120 эпизодов взаимодействия в 3-чопе обучались. Где-то на 70, вот это 70 эпизод, они уже начинали, у них была вот эта просадка, и здесь они начинали полностью забывать экспертные данные. То есть вот этого марджин лосса уже в батчах было совсем мало. И вот они восстанавливались, выходили на вознаграждение 60. К 200 эпизоду они примерно на такое выходили. Что еще нужно сказать? У нас именно с подбором вот этой дискретизации и подбором параметров получилось довольно хорошее решение, которое там с нуля где-то на 30-40 эверидж бревен в 3-чопе выходит. Я знаю, что у многих были с этим проблемы. Дальше. Хорошо, что мы умеем рубить деревья на среде, которая простая. То есть вот этот 3-чоп, где у нас всегда один биом, где есть топор, задача же получить хорошее решение на даймон, то есть нарубить деревья на даймонд дэнс. Ну как бы следующий шаг. Что мы для этого сделали? Ну, у меня картинки именно не будет, но на словах мы просто взяли веса с 3-чопа, сказали, что у нас теперь будет learning rate поменьше, и запустили его в Optane Diamond Dance. Как бы почему именно так? Мы попробовали много вариантов, и где он забывает, и еще что-то. Этот вариант работал лучше всего. И еще хороший прирост дал изменение фреймстака. Так, что такое фреймстак, фреймскип? Фреймскип – это означает, что агент выполняет действие, вот он выбрал одно действие, из следующих 4 эпизода он его выполняет. Фреймстак – это значит, что агент видит 4 предыдущих картинки. С фреймскипом получается, что он видит предыдущую картинку, картинку, которая была 5 шагов назад и так далее. Почему фреймстак с 4 до 2 – это хорошо? Ну, дал такой прирост. Идея в том, что когда у агента нет Iron X топора, которым он срубает деревья быстро, он их начинает срубать сильно медленнее. И вот, тут на самом деле наоборот, нужно поменять местами. Вот здесь он срубает с помощью железного топора, буквально за 2 кадра, вот с этим фреймскипом он бревно срубает. А здесь он срубает просто руками. То есть это происходит сильно дольше. И заменяя фреймстак, агенту не нужно так сильно переучиваться. То есть он, грубо говоря, видит только вот эти 2 кадра, а то, что он вот это дерево уже давно бьет, и вот уже должен быть сигнал вознаграждения, он этого не видит. Это дает довольно неплохой прирост. И вот график. 200 эпизодов мы учились на 3-чопе, и дальше у нас 300 эпизодов в Optane Diamond. Он там потихоньку растет, и где-то даже он 100 деревьев нарубает. Почему 100? Потому что, во-первых, Optane Diamond среда, там агент взаимодействует дольше, там может наступить ночь. Ну да, просто потому, что она дольше. И во-вторых, она не завершается, когда агент набил 64 дерева. Так, это все хорошо, но базовую задачу мы решать умеем. И чтобы попасть в топ-10 первого раунда и поехать на НИПС, нужно, во-первых, было хорошо решить вот эту задачу с 3-чопом, сделать вот этот трансфер-леунинг на Optane Diamond. И как бы последняя такая фишка, нужно было добавить какой-то крафтер. По идее, если... Там бы, конечно, пришлось поволноваться, но если вы добавляете какой-то случайный крафтер, и хорошо сделали вот эти предыдущие два шага, то вы, скорее всего, на НИПС проходили. Вот в эти топ-10 команд. Даже в топ-12, когда разработчики расширили. Вот. Дальше у нас была идея такая, а как мы можем применить иерархическое обучение с подкреплением. То есть у нас есть какой-то список задач, которые мы хотим решать. И мы вдохновлялись статьей вот от авторов этого комментишена, которые дали вот такие картинки. Тут на картинках показано, в каком порядке люди, получая тот или иной предмет, решать ту или иную задачу. Например, вот чтобы получить железный топор, все люди сначала рубят деревья. Ну вот тут деревья, они разные могут быть. Там дуб, береза и так далее. Дальше они делают станок, дальше они делают палки, делают деревянную кирку, там срубают песок, дальше булыжник, делают из него каменный топор, дальше добывают руду, плавят ее, и там уже в конце делают этот железный топор. Мы подумали, что, ну давайте возьмем похожую идею. Построим вот такой граф, и что там получится. Мы такой граф построили, но он был не сильно хорошим. Во-первых, там было очень много циклов, мы пробовали делать разные топологические сортировки, но что-то можно было из этого извлечь, но как бы это было не очень хорошо. Что мы сделали? Мы сказали, а давайте возьмем просто вот траекторию одного эксперта, как какой-то конкретный эксперт действовал, и выпишем все времена появления предметов в его инвентаре. Получалось что-то примерно вот такое, что он сначала шесть раз срубал бревно, дальше делал доски, дальше станок и так далее. Но это уже было неплохо, и просто взяв такую траекторию и используя ее, там можно было до какого-то каменного топора дойти довольно легко, читая все эти предметы за подзадачей. Как определять, сколько предметов было в какой-то конкретный момент, можно фиксировать предмет и смотрим, сколько таких предметов было в инвентаре. Это не хэнкрафт, мы не смотрим на какое-то конкретное состояние, мы просто это извлекаем. Что было дальше? Мы вот такую иерархию взяли. Следующей проблемой было то, что у нас нет какого-то хорошего крафтера, который выполняет действия, отличные от вот этих поворотов и так далее. Мы подумали, а что нам мешает действия по крафту добавить вот точно так же в этот граф. Так, получалась вот такая, можно сказать, семантическая сеть, где сначала были предметы, а потом там были действия крафта, которые помогали эти предметы сделать. То есть это нам сильно упростило крафт. И следующая идея, когда у нас есть вот такие цепочки, вот такое разбиение, мы можем сделать сегментацию траекторий. То есть каждую траекторию брать и разбивать на вот такие подзадачи для получения каждого предмета. Вот пример цепочек, которые получались. Наверное, ничего не видно, но я сейчас проговорю. Как бы одним цветом выделен предмет, который, ну как бы подзадача, которую решает агент. Вот, например, здесь плэнкс, и чтобы сделать планки, он должен скрафтить планки. Но довольно логично. Вся траектория — это вот такая цепочка. Так, идем дальше. Как мы учили каждого вот из этих агентов. Лог агентов на 3-чопе мы уже обучили. Он нам не нужен, мы его не рассматриваем. То есть в его папке уже были сохранены веса сети. Как происходит обучение для всех остальных агентов. Мы берем траектории с Optane IronPickEx. Точно так же можно было взять траектории с Optane Diamond. Точно так же их разметить. Делаем разметку этих траекторий. И у нас появляется, во-первых, у нас есть много агентов. Каждая вершина предмета — это свой агент под нее был. Во-вторых, у нас появляются два реплей-буфера. Первый реплей-буфер — это реплей-буфер, можно сказать, экспертный для текущего предмета. Сюда добавляются демонстрации, как агент получал конкретный предмет. Второй реплей-буфер — это данные всех остальных, получение всех остальных предметов. То есть что нам это дает? Грубо говоря, агент пользуется другими траекториями, как что-то он добывал, думая, что это не экспертные данные, но в то же время он их видит. То есть он прокидывает вот этот сигнал вознаграждения, пользуясь этими данными. И что это дает? Например, если агенту нужно вырубить деревья, но на других данных он где-то бегал и подбегал к лесу, он уже знает, как к этому лесу подбежать. Получалось что-то вот такое. То есть цемплирование проходило 50% таких, 50% таких, и каждого агента мы учили вот так. И вот уже результаты второго раунда. Я сейчас расскажу по каждому из сабмитов. Там возникли довольно большие проблемы у организаторов с проверкой, с тестированием, с обучением решений. Первый сабмит, который мы сделали, там был в пятницу, мы отправили, и он где-то через 5 часов нам выдал ошибку. Мы посмотрели логи и не поняли, что это вообще была за ошибка. Полезли в слаб-канал, организаторы пишут, вам нельзя закрывать окружение. То есть end close говорить нельзя, у нас там все окружения должны всегда крутиться. Ну ладно, хорошо, мы это убрали, отправили еще раз. Через 5 часов на следующий день у нас опять упало. Тут мы опять не поняли, в чем проблема. В итоге оказалось, что изначально обещали на Azure одни инстансы, на которые все тестируется, в итоге дали другие. То есть там вместо 112 гигабайт оперативной памяти было меньше. Вот. Тогда мы решили, если есть такие большие проблемы с отправкой и с ресурсами, давайте отправим такое crazy решение, которое окружение вообще не использует. То есть не вызывает и шаги никакие не делает. Грубо говоря, за сколько шагов, за сколько эпизодов решите майнеры? Ну, давайте за ноль. Мы сделали вот это предобучение на 3-чопе, вот этого первого лог-агента, сделали обучение всех остальных агентов, ну, используя то, что я до этого рассказал. Отправили, получилось ноль эпизодов 3-чопа, ноль Diamond Dance, Evaluation 20. То есть 20 – это примерно сейчас 4-5 место в лидерборде. Следующий субмит – это уже когда организаторы вот эту проблему поправили. Там было 200 эпизодов на 3-чопе, 300 на Optane Diamond, и при трейн-агентов там было 10 тысяч патчей, то есть, ну, немного. Получили вознаграждение 55, как бы вот эта цепочка и вот эта иерархическая структура довольно много дала. И еще один субмит сделали, где при трейн сделали больше, там сделали 50 тысяч. Он набрал еще немножко побольше. Вот тут приведены графики, это уже как агент обучался на их среде с их датасетом, с их рендером Майнкрафта. То есть он, вот, 3-чоп выходил на эти 60, и вот до обучения на Optane Diamond. Это зеленый, это уже третий субмит, который был позже, он был чуть-чуть получше. И четвертый субмит, он у нас упал по времени, то есть ему не хватило времени, вот этих 4 дней на обучение. Там мы, вот в предыдущих субмитах, мы выбирали цепочку, основываясь на каких-то там своих знаниях, на каких-то сортировках. Вот в последнем субмите у нас еще было вот это взаимодействие со средой, чтобы просто перебором запустить с разными цепочками и посмотреть, сколько он там набирает. Вот это решение у нас не прошло. Так, дальше я покажу видео. В первом раунде организаторы взяли какие-то команды, мы там на самом деле были на пятом месте после первого раунда, и сделали рендер решений. То есть воспроизвели их и вот показали. Это было наше решение в первом раунде. Ну, и мы когда смотрели, мы были немножко удивлены, потому что оно было хуже, чем то, что получалось у нас. То есть какие-то проблемы там все-таки были. И еще о чем я хочу сказать, все, наверное, кто учил, решал это соревнование, там были большие проблемы, что когда вы алгоритм какой-то запускаете, у него могло быть два состояния, когда он не учился. Он или смотрел в небо и никуда камеру не сворачивал, либо закапывался вниз и тоже ничего сделать не мог. Как бы вот тут агент, он уже сделал кирку, и вот он начал закапываться. То есть это происходило довольно долго. Он пытался закопаться вниз. И вот там организаторы это ускорили. Вот тут он пытается поставить верстак, чтобы сделать каменный топор, он его дальше вырубает, и вот что-то делает дальше. Там уже темно, там ничего не видно. Ну, в конце он куда-то спустился, попытался добыть уголь, но у него там ничего не получилось. И так. Значит, мы одно видео посмотрим. Это уже такой, это саммит второго раунда, это feel the difference. Вот эти деревья довольно быстро вырубает. Сейчас он срубит нужное количество, поставит станок куда-то вверх, непонятно, и будет дальше закапываться. Вот он станок вверху поставил, и моментально закопался вниз. Как бы в основном это было из-за того, что использовались одновременно данные и правильных, как бы экспертные для конкретного агента предметного, и все остальные. Так. Request access я, наверное, сейчас сам себе не дам. Так. Из этого выйти, я не знаю. В общем, у меня там дальше слайд. Спасибо за внимание. И на этом все. Какие есть вопросы? Да, ну, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.